Капли полинодим – комбинированный препарат для местного применения в офтальмологии. Нафазолин, входящий в состав препарата, это альфа-адреномиметик, вызывает длительное сужение периферических сосудов. Благодаря сосудосуживающему действию при местном применении оказывает противоотечное действие. Показания. Острый аллергический конъюнктивит, в том числе полинозный конъюнктивит. Конъюнктивит при лекарственной аллергии. Инфекционные заболевания глаз с острым аллергическим компонентом в качестве дополнительного средства. Способ применения и дозы. Взрослым при острых симптомах препарат назначают по одной капле в конъюнктивальный мешок каждые 3 часа до уменьшения отека и раздражения глаз. Затем по одной капле 2-3 раза в сутки. До исчезновения клинических симптомов. Детям старше 2 лет назначают по 1-2 капли в сутки. Продолжительность лечения не более 5 дней. Необходимость более длительного применения препарата врач решает индивидуально. При сохранении симптомов раздражения конъюнктивы более 72 часов следует прекратить применение препарата. Противопоказания. Ксироз конъюнктивы. Одновременное применение с ингипитерами моноаминоксидазы и в период в течение 10 дней после их отмены. Закрытоугольная глоукома. Беременность. Период лактации. Детский возраст до 2 лет. Повышенная чувствительность к компонентам полинодима. С осторожностью следует применять препарат при тереотоксикозе, артериальной гипертензии, атеросклерозе, аритмии, хроническом рините, бронхиальной астме, аденоме надпочечников. У пациентов пожилого возраста при доброкачественной гиперплазии пристательной железы с наличием остаточной мочи. Применение при беременности и кормлении грудью. Применение препарата при беременности и в период лактации возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода или ребенка. Особые указания. Не следует применять препарат чаще, чем через каждые 3 часа в течение 5 дней. Препарат не предназначен для приема внутрь или введения в виде инъекций. В случае появления симптомов, свидетельствующих о системном всасывании, необходимо прекратить применение препарата. При симптомах аллергии и во время лечения препаратом не рекомендуется использовать мягкие контактные линзы. Если их применение необходимо, то линзы следует снимать перед инстилляцией и устанавливать обратно не ранее, чем через 15 минут. Поскольку после инстилляции временно нарушается четкость зрения, сразу после применения препарата пациентам следует воздерживаться от вождения автотранспорта и деятельности, требующей четкости зрения. Побочные действия. Местные реакции. Симптомы раздражения конъюнктивы. Жжение в области глаз. Гиперемия конъюнктивы. Зуд. А также нарушение зрения. Повышение внутриглазного давления. Медриаз. Боль в глазах. Сухость слизистой оболочки носа. Эти реакции исчезают после отмены препарата. Описан единичный случай помутнения роговицы при применении в течение 7 дней не менее 10 раз в сутки, которая исчезла после прекращения лечения препаратом. Системные реакции. Редко. Особенно у детей и пациентов пожилого возраста. Бледность кожных покровов. Тахикардия. Боли в области сердца. Повышение артериального давления. Усиление потоотделения. Дрожь. Головная боль. Возбуждение. Тошнота. Сонливость. Головокружение. Условия хранения и срок годности. Препарат следует хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 градусов. Не замораживать. Срок годности 2 года. После вскрытия флакона срок годности хранения препарата 1 месяц.